Я с большой радостью вручаю эту высокую награду, это высшую награду к форуму «Золотой видеть». Золотая минарка имени Бондарчука за выдающийся вклад в кинематограф Наталья Сергеевна Бондарчук. Папа действительно сейчас на нас смотрит. Я не могу говорить громко, когда нет звезд на глазах. Так искренне и легко она рассказывает о личном. И главная тема разговора – судьба человека, близкого и родного, отца. Наталья Бондарчук принадлежит к одной из самых известных кинематографических династий. Дочь знаменитого режиссера Сергея Бондарчука делится, каким его запомнила и каким его знали другие люди. Папа был молчун. Молчит, молчит, потом как скажет. И его боялись. Его боялись его голоса. Ну, как ни странно, это был человек без кожи. Совершенно. Совершенно. То есть он был трогательным. Он был очень ранимым. Очень ранимым. Эта встреча посвящена 100-летней годовщине со дня рождения Сергея Бондарчука. У Натальи Сергеевны в этом году тоже юбилей. О своем отце она написала книгу «Лента жизни». Это уже третье ее произведение о семье. Первой была автобиография. Вторая книга о маме – народной артистке СССР Инне Макаровой. А вот уже фильм. Название само за себя говорит «Планета Бондарчук». На экране чувства и воспоминания, собранные за 10 лет. О работе с великим режиссером рассказывают его коллеги. Там уже есть кадры людей, которые уже ушли, но говорят о папе. Это, например, Табаков Олег, который у него снимался в «Ойне и мире». Это Богдан Ступко. Это уникальный режиссер и оператор Вадим Иванович Юсов. Это соратники папы. Успела я их снять. Декабрь. И холода стоят в Москве суровые и печальные. И некий молодой солдат в жиле лекунцы госпитальный трамвай ждет. На Матросском бульваре в этот вечер тоже бенефис. Стихи Давида Самойлова читает народный артист России Александр Пашутин. Его зритель знает по десяткам фильмов и сериалов, среди которых Тасу полномочен заявить, хождение по мукам, экипаж. В Севастополе актер не впервые, но каждый раз, как впервые, эмоционально рассказывает истории из жизни. У меня были великие педагоги. Масальский Павел Владимирович. Если помните, кто смотрел цирк. Помните, в цирке, да? У тебя черный ребенок, вот этот красавец, он был, значит, моим педагогом. В школе-студии МХАТ на курс младше меня учился Коля Караченцев. И там я взял гитару, и Коля Караченцев стал меня учить вот первым аккордом. Это был 64-й год. Те, кто не успел на Матросский бульвар, смогут попасть на еще одну встречу с Александром Пашутиным. 10 сентября он выступит в селе Терновка. Вместе с артистами Сергеем Ворчуком, Анастасией Макеевой и Александром Песковым, а также певицей Светланой Копыловой. Творческие вечера на Золотом Витязе продлятся до самого конца кинофорума. 14 числа в Севастопольском центре культуры и искусств концерт Дмитрия Певцова. А еще организаторы подготовили форум изобразительных искусств. Мастер-классы и выставки художников пройдут во Дворце культуры рыбаков и Херсонесси. Анастасия Синица, Деливер Меджитов. Новости Севастополя.